Добрый день! И мы с вами находимся в недельной главе в Айце. И сказано в нашей главе, известные слова в начале, «И вышел Яков из Баршевы, направился в Харан, и наткнулся на некое место, и провел там ночь, потому что зашло солнце. И лег он там спать, и увидел он сон. Вот лестница, поставленная на землю, а вершина ее достигает неба. И вот ангелы Всесильного поднимаются и спускаются под ней». Мистический эпизод со множеством аспектов и уроков. И тут Великий Раши, он объясняет простой смысл сказанного, ссылаясь на Медраж Бершит Раба. И пишет, что означает «восходят и спускаются». Это вначале поднимаются, а затем спускаются. Ангелы, сопровождающие его на земле Израиля, не выходят за ее пределы, за пределы земли Израиля, и поэтому они взошли на небо, а вместо них спустились другие ангелы, чтобы сопровождать его за пределами земли Израиля. И мы после недавнего сюжета с тремя ангелами, которые под видом бедуинов, пришли к шатру Авраама, мы уже практически ангеловеды и знаем, что ангелы — это некие духовные силы, посланники, или что означает продолжение руки Бога. И они выполняют только одну задачу, одноплановую задачу, которую поставил перед ним Бог. И еще один важный урок, который мы здесь видим, что движение за пределы земли Израиля — это всегда духовный спуск. А земля Израиля, или вход в землю Израиля — это всегда подъем. Но вот приходит Дон Ницкак Бен-Иуда Арбе Аббанель, еврейский ученый, один из величайших комментаторов Писания, выдающийся государственный деятель и финансист, родился в 1437 году в Лиссабоне и умер в Венеции в 1508 году. Он дает более глубокий взгляд на сюжет с лестницей. Бог выделил Авраама из остального всего человечества, он предназначил его и его потомство для особой близости к нему и для непосредственного принятия божественного управления. И сейчас в этом видении с лестницей Бог показывает якому лестницу, установленную на земле с вершиной достигающей небес, Бог показывает Якову, что на этом месте будет выстроен храм, который послужит средством достижения той близости к Богу и того божественного управления, для которого и предназначены Авраамы, его пантомки. Эту связь символизирует лестница. Она как бы соединяет святая святых храма, который будет построен в этом месте, на горе Мария, в уделе Бенемида и Иуды. И небеса, откуда влияние, изливается на это исключительно святое место. Именно благодаря этой теснейшей связи, соединяющей это земное место, место храма с небесами, Яков увидел ангелов, которые поднимаются и спускаются по ней. Ангелы — это посладники Бога, через которых осуществляется это божественное управление и влияние на все мироздание, но в первую очередь на еврейский народ. Одни поднимаются вверх с дымом жертвоприношений и с молитвами, которые читаются в этом месте. А затем спускаются вниз, являясь посланниками Всевышнего, чтобы нести добро избранному народу и даровать ему благо. Истинная, великая, как подобает царю. Как известная цитата. И это был Донор Барбанель. А есть Медраж из сборника Медрашей и Алкут Шимони на нашу главу в Айце. И вот слова Медраша. Сказано у пророка Ирмиягу. «И ты не бойся, раб мой Яков, и не страшись, Израиль». И раби Берахья от имени раби Мейра сказал, этот стих относится к следующей ситуации. «Показал святой благословен он нашему праотцу Якову ангела Бавеля, Вавилона, поднимающегося и спускающегося, ангела Мадая, Мидии, поднимающего и спускающегося, ангела Евана, Греции, ангела Идома, Рима, также оба поднимающиеся и спускающиеся, сказал ему святой благословен он, «Яков, и ты поднимайся». В тот час боялся Яков и сказал, «Как эти спустились, так и это будет со мной?» Сказал ему Всевышний, «Не бойся, Израиль, если ты поднимешься, не опустишься». Но не поверил Яков и не поднялся, сказал ему святой благословен он, «Если бы ты поверил и поднялся, не опустился бы вовек». Теперь же, поскольку ты не поверил и не поднялся, будут твои потомки порабощены этими четырьмя царствами в этом мире, может быть, навсегда? Но это сказано, это спрашивает Медраж сам, но это сказано и сказано у того же Инмериагу, «Не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твои из стран пленения, и возвратишься, Яков, и будешь жить спокойно, народ и мирно, и никто не будет страшить тебя». Это был Медраж Илхут Шимони. И вот тут на уровне корней Яков совершает действие, или скорее бездействие, и наша история идет по другому сценарию. И мы действительно четыре раза попадаем под гнет других народов, и до сих пор находятся под властью и дома потомков Эсава. И этот один из уроков этого сюжета, с одной стороны, действия наших праотцов стали духовными корнями процессов, происходящих с нами на уровне народа, с другой стороны, каждый из нас тоже творит историю. И пусть большинство из нас не столь велики, чтобы менять историю всего народа, и тем не менее мы своим выбором влияем на формирование реальности. И наша новая реальность – это часть реальности всего народа. И другой, не менее важный урок этого сюжета – это доверие Богу. Яков не доверился, и, как сказано, убоялся. И Тора от лица Всевышнего, выражая его волю, учит нас вере, учит нас доверие Богу. И у каждого из нас, если присмотреться, есть собственные уроки веры. И известно это выражение, вот если бы мне открылся Всевышний и сказал бы, то я точно бы сделал, что он говорит. Но потом в какой-то момент наступает ситуация, как в известном, но очень поучительном анекдоте, когда еврей-альпинист срывается и падает со скалы, и вися в безвыходной ситуации, и хватается за ветку, торчащую из скалы, и вися в этой безвыходной ситуации, начинает просить Бога о помощи. Бог, царь царей, всесильный наш, если ты меня слышишь, спаси меня. И вдруг слышит голос сверху, я слышу тебя. Отпусти ветку. И что мы ожидаем от еврея, который висит над пропастью и слышит голос Бога? Он спрашивает, а может там есть кто-нибудь еще? И да, мы сейчас не слышим голос Бога, но это же аллегория. Бог разговаривает с нами постоянно. Жизненное обстоятельство, в которое мы попадаем, это голос Бога, который нам хочет что-то сказать, что-то донести. И зачастую, решая нашу проблему, он хочет сказать нам, я рядом, я всегда хочу тебе побочь, и только прими правильное решение. И тут приходит на ум известная многим жизненная ситуация, ставшая любимым для многих и как для меня анекдотом, когда где-то в Манхэттене или в северном Тель-Авиве еврей опаздывает на важную деловую встречу, встречу, которая может изменить, как он думает, его будущее, он крутится по кварталу, не может найти парковку, ставки высоки, и он начинает просить Бога, помоги мне, не дай мне опоздать на эту встречу, я сделаю все, что ты от меня хочешь, ночью есть кошерное, соблюдать шаббат. И вдруг впереди выезжает машина, освобождая место, и наш герой останавливает свое обещание, говорит, ой-ой, нет, нет, Бог, это извини, я наговорил тут лишнего, я тут сам справлюсь. Но так или иначе, как сказано в Медраше, Всевышний принял выбор Якова, и хотя этот путь оказался затяжным, Всевышний известил Якова, что в конце пути все придут к освобождению, и к миру, к исполнению значимого замысла, и мы будем наступать на одни и те же грабли, не учиться ни на своих, ни на чужих ошибках, и поэтому приходят все новые и новые сложные жизненные обстоятельства, и Бог продолжает делать попытки достучаться. И это несколько больших уроков лестницы Якова. Всевышний рулит этим миром, и ангелы — это силы, которые направляются Всевышним, чтобы нам помочь. Бог близок к нам, с нами, с избранным народом, и наши молитвы поднимаются вверх, даже когда нет храма, в синагогах, в местах молений, и просто в десятером, и даже просто со слезами в подушку, и спускаются, чтобы выполнить волю Бога и сделать нам самое лучшее, что может быть в данной конкретной ситуации. Мы творим реальность. Мы партнеры Бога. Мы делаем это мироздание вместе с Ним. Каждую секунду мы участники процесса. И, наконец, нам нужно научиться слышать, слышать Бога, слышать Его голос и довериться Ему. Это уже точно заслуживает лыхаемо. И браха ваец лаха! Благословение успеха! И остаемся и дальше в поисках смысла. Всё! Рыбак! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!